Всем привет, друзья, вы в эфире GameGuru.ru, меня зовут Михаил Кольбус, и это самый честный и беспристрастный тест-драйв практически новенькой Nvidia Shield. Кстати, спасибо компании Nvidia за предоставленную приставку. Поехали! Ну что, вот перед вами содержимое упаковки новенькой итерации Shield, отличается она от предыдущей тем, что она стала мощнее, разумеется. Она еще больше нацелена на геймеров, но не только. Теперь это еще и может быть центром вашего умного дома. Ну или, по крайней мере, если вы пока не обладаете всеми этими штуками вроде там голосового управления холодильником, да, и вот этих автоматических всяких светотермометра и всего прочего, все равно лет 5-10 пройдет, и это все равно так или иначе придет в нашу жизнь, и вот эта вот штука уже может всем этим управлять. Разбирать мы сегодня будем обычную версию, есть еще Pro, но отличается она только встроенным жестким диском, который там аж на 500 гигабайт. Здесь же встроенная память всего 16, но зато в нее можно втыкать флешки через обычный USB, так что хоть на 32, хоть на 64 гигабайта вы память абсолютно без каких-либо проблем расширяете. И в обычной в Pro версии железо одинаковое, по 3 гигабайта оператива и восьмиядерные процессоры Tegra X1. Ну а операционная система, разумеется, Android TV последней версии. Что касается возможностей воткнуть всякую периферию сюда и, в принципе, какие здесь есть порты, миниджека тут нету, в ногу со временем и современными веяниями моды идет шилд, зато здесь есть целых раз-два USB входа, HDMI, кабель под Ethernet и зарядка мини-USB. Важный момент, кабеля HDMI в комплекте нету, есть только зарядка, пульт управления и геймпад. Ну и так как мы в первую очередь игровой ресурс, то мы пойдем сейчас и проверим, как работают игровые функции Nvidia Shield, потому что здесь режимов, в котором вы можете получать гейминг 2017 года, аж несколько. Итак, вот мы в главном меню, напоминает оно, разумеется, все современные консоли, плиточный дизайн. Пульт довольно удобный, очень маленький, практически ничего не весят, обладает, собственно, возможностью нажимать вверх-вниз, вправо-влево, кнопка что-то типа выбора. Вот, собственно, так выглядит библиотека игр Nvidia Games, здесь тоже довольно большой выбор. Также тут кнопка назад, кнопка вот такая, это, видимо, Home, и микрофон. Очень тоже удобно, так как тут голосовое управление, все вот эти плюшки, классное управление умным домом, всем чем угодно. В общем-то, по сути, Nvidia Shield делает из вашей обычной плазмы настоящий смарт-ТВ. Итак, давайте разбираться, чем же геймер может здесь себя развлечь. На Nvidia Shield есть три типа возможности, так сказать, поиграть во что-то. Во-первых, это все возможные Android-игры из Google Store, которые идут, разумеется, без каких-либо проблем. Во-вторых, это возможность стримить со своего ПК на вот эту вот штучку, собственно, чтобы она выдавала на большую плазму изображения. Тут, опять-таки, вы ограничены только, так сказать, преискурантом, которое поддерживает приложение GameStream от того же самого GeForce. Там вы просто беретесь, включаете свой ПК, заводите там хоть Battlefield 1 и спокойно идете в гостиную к своему телеку. И третий, так сказать, режим, да, в котором можно играть, это сервис GeForce Now, который позволяет стримить из облака, предоставленного GeForce, то есть даже ПК мощный игровой не нужен, а можно просто заплатить денежку, либо купить подписку, либо купить определенную игру, не обладая никаким железом или консолью, получать удовольствие. Собственно, представлено это все вот в этом Store. Ну и раз уж Asphalt этот вылезает первым, то можно протестировать на нем первый способ игры. Итак, геймпад, он тоже обновлен по сравнению с предыдущей версией, не очень сильно, но обновлен, он поддерживает до 60 часов работы без подзарядки. Надо сказать, что геймпад чуть легче, чем Xbox'овский и чуть тяжелее, чем PlayStation'овский по ощущениям. По размерам тоже что-то среднее, потому что он вот так вот довольно длинный, но он, по-моему, чуть уже, чем контроллер Xbox'а, хотя расположение стиков тут, например, как на PlayStation. Угу, вот вам и пожалуйста, 60 часов без подзарядки, но у нас активно в офисе пользуется Shield'ом, поэтому вот так вот мы хопа, заряжаем. Но надо сказать, что на Plasma игра, сделанная под мобилку, выглядит не то чтобы очень плохо. Кикстурки, конечно, на горах видно, что размытые, но в остальном неискуршенный геймер, я думаю, даже не поймет то, что это в данный момент мобильная игра стремится на Plasma. Ну, вроде с Android играми все просто, давайте посмотрим, как дело с полноценными стоит, заходим в пункт «Новое» на GeForce Now, у нас уже есть аккаунт, естественно, не все куплено, но, как видите, вот есть, пожалуйста, Юкалейли, одна из новинок, стоит она тут 1200 рублей. Вот, пожалуйста, третий Ведьмак за 1500 рублей, полное издание, и опять-таки, это все стриминг из облака, то есть вам не качать это не надо будет, не устанавливать, не разбираться с какими-нибудь драйверами, не диски покупать, ничего никуда не вставлять, не засовывать. Просто все запускается на раз, два, три. Вот, если не брать в расчет то, что она чуть-чуть подлагивает, ну, просто в офисе люди работают, все качают с торрентов важные вещи и все такое. Но, это выглядит лучше, чем Android, игра, в которую мы только что играли. Это выглядит, в принципе, даже лучше, чем консоли предыдущего поколения, то есть это полноценный гейминг. Ну, все, супер, Just Cause 2, пожалуйста, на практически максималках выглядит прекрасно, играется все здорово, и даже лаги прошли. В общем, как видите, все действительно магическим образом работает, вот в этой маленькой коробочке умещается значительно больше игрового контента, который позволяет одна из современных консолей, потому что здесь вам и ПК-игры, и мобильные игры, и всякие сервисы, и фильмы, и Нетфликсы, ну, в общем, все, что вы так любите, и все, что очень плохо работает в России. И, помимо всего прочего, это может стать действительно таким ультимативной бытовой электротехникой будущего, потому что, как было раньше, тут стоит, значит, пыльный видеомагнитофон, тут там проигрыватель для пластинок, тут DVD-плеер, тут аудиокассетный магнитофон, CD-плеер, бла-бла-бла. Потом это все как-то вот так вот все комплектовалось во что-то одно, и, в принципе, как раз вот к таким вот ТВ-приставочкам малюсеньким и пришло, потому что, помимо вот этих всех умных домов и каких-то таких вещей, это отличная игровая штука. Потому что, помимо всего прочего, тут еще можно и на Nvidia Shield стримить все эти игры, и получается, что это еще и конкурент свеча в каком-то смысле. Конечно, эксклюзив от Nintendo тут не будет, но вы точно так же при наличии достойного интернета можете брать Shield и стримить на него какие-то игры, вообще не находясь в доме. В общем, Nvidia Shield со всеми своими вот этими приятными моментами, поддержками 4K, HDR и всего современного является настоящей такой приставкой будущего, позволит вам заниматься абсолютно всем чем угодно там, где вам это хочется. И если у вас есть какие-то вопросы в относительно того, как она работает, какой экспириенс мы получаем, какого мы мнения о ней лично, да, в принципе, что нам нравится или нет, можете спрашивать в комментариях, потому что мы действительно всем обществом пользуемся, тестируем ее каждый день, и у нас могут быть даже какие-то разные ответы. В общем, приходите в комментарии обсуждать Nvidia Shield. Это был тест-драйв на нее от GameGuru.ru, меня зовут Михаил Кольбус, смотрите, во что играете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!